а смотрите кто это у меня тут кто это тот спит замерзший на куртке да скажи алиса ты я я тут сплю ну не надо не снимай меня я плохо выгляжу алиска ты же любишь сниматься да все это ты не хочешь сниматься спать хочешь ну спи так вот она у нас тут иногда спит у нее в принципе есть свой домик как вы знаете такой коричневый мягкий нам его подарили родственники у них тоже кошка но кошка забарковала этот домик и они нам его отдали вот но алиска вот спит как видите это куртка старая на ней молния сломалась и вот она облюбовала таким образом тут спит иногда прям заворачивается в нее и вот сверху накрывается вот этой штукой второй половинкой смотрите я просто в шоке сейчас фокусируется хотела мыть голову и смотрите какая вода идет просто кошмарень знаете что это такое только что воды не было вообще это вот горячая вода идет что произошло что ранее только что не было и сейчас включили она вот такая вот еще что это за осадок я вообще не знаю голову не помоешь вообще жуть какая-то монолитка пришла посмотреть что тут творится вообще тоже под впечатлением короче не знаю что это такое и сначала вроде нормальная вода дошла а потом вот такая вот грязная и долго это будет и вообще что это такое вроде она становится лучше сейчас немножко спущу посмотрю вообще будет нормально если нет или придется звонить тогда службу которая служит наш дом и так народ села вам снимать влог хотела много чего рассказать в общем даже хотел помыть голову но там с водой не срослось я вставлю вам кусочек чего у нас творится сейчас в ванной непонятно короче в общем не буду я сейчас буду за кадром поскольку ну вот не складывается чуть попозже появлюсь кадре долгожданный влог вы давно просите куда я пропала и в общем я решила такой промежуточный вариант снять для тех кто не в курсе кто не был на моей последней трансляции или кто присоединился ко мне к моему каналу совершенно недавно меня зовут елена добро пожаловать подписывайтесь нажимайте колокольчик и все в таком духе и активно участвуйте в жизни моего канала пишите комментарии там давайте вопросы если что-то интересует вот и в общем то по последним новостям так сказать у меня сгорел внешний диск и на нем очень много было информации в том числе уже от снятых смонтированных видео и в том числе и влоговые тоже и пока что неизвестно что будет то есть я отдала диск другу который в этом разбирается и он обещал мне помочь спасти этот диск вот то есть ну хотя бы даже спасти информацию диск ладно я уже практически смирилась с тем что диск нибудь невозможно будет восстановить но хотя бы информацию какую-то оттуда выговорить вот так что новостей по этому вопросу пока нету вот я хотела вам вот так показать по мелочи да во первых по порядку да вот если вы видели тоже ссылочку вот здесь наверху оставлю и под видео в описании а я ездила на выставку hello teddy и там купила несколько маленьких фентифлюшек вот две вот такие вот кастрюльки 1 с длинной ручкой 1 с такими вот ушками и вот такую коробочку это все мне обошлось не очень дорого в пределах 100 рублей что совершенно удивительно потому что кастрюльки медные ну либо металлические покрытые медным напылением и для такого вида кастрюлик они довольно дешево стоили мне вот так что это мои скромные покупки с hello teddy ну как всегда много с кем познакомилась набрала опять кучу визиток у меня еще с прошлых выставок лежат визитки я все никак с народом не спешусь не познакомлюсь вот а так готовлю вам несколько мастер-классов тут подготовила шарики как расписывать шарики я тоже оставлю вот здесь вот ссылочку в уголке и под видео будет ссылочка тоже я уже снимала мастер-класс как расписывать контурами шарики вот я их подготовила то есть нанесла такой простой рисунок и потом мы с вами будем дальше их декорировать это будет такое видео мастер-класс отдельный также здесь лежит подаренная мне на на встрече блогеров елочка и вот у меня тут еще одна сушится тоже как бы она ждет своего часа будет тоже мастер-класс отдельно и еще у меня вот такие заготовлены шарики тоже будет мастер-класс наверное буду снимать буквально завтра потому что сегодня уже очень быстро стемнело и пока я бегала за формой в магнит вот в общем то я не тут маленькую формочку я себе приобрела спасибо еще раз анютка за наклейки ты меня просто спасла и выручила вот еще кстати говоря у нас в подъезде просто хотела такой лайфхак нас подъезде лежат вот такие вот эти самые конверты подарок подарок короче один конверт я открыла я взяла сначала один и там лежит реклама ну короче реклама и вот такой магнит это холодильники айсберг они постоянно рассылают вот такие вот штуки я взяла короче целую целую кипу и думаю что потом завтра еще пойду в поликлинику возьму еще целую кипу потому что народ их выбрасывает можно их использовать такой маленький совет лайфхак по использованию для творческих людей в общем вот этот слой смывается сдирается можно ацетоном то есть вы снимаете сначала пленку которая покрывает вот эту картинку потом снимаете картинку у вас листовой магнит который вы можете использовать как хотите можете его закупажить можете разрезать там на три части использовать точно также приклеивать сзади например на деревянные какие-то фигурки на и получится тот же самый магнит либо на полимерную глину там какие-то фигурки да и про тоже получится магнит в общем-то в художественных магазинах такой листовой магнит стоит довольно таки дорого там где-то порядка десяти вот таких вот вот таких листочков стоит около 300 рублей здесь же в подъезде можно сказать можно получить их абсолютно бесплатно вот надеюсь было не скучно слушать мою такую простенькую болтовню сейчас почему не хочу сейчас мастер-класс снимать потому что вот я немножко от отъеду назад увидеть что у меня всего одна лампа и весь мой рабочий стол он практически во тьме находится хотя в комнате сейчас здесь не очень-то темно то есть есть достаточно светло вот достаточно светло так приглушенный свет вот и но снимать мастер-класс наверно все таки буду завтра потому что очень темно и еще лежит провод алиска пришла дерет когти вон там найди кота называется лежит провод ждет своей тоже участие будет мастер-класс по лайтбоксу вот и или я вам показывала уже я снимала коротенький влог по лилиям но увы поскольку диск сейчас недоступен мне поэтому и все видео на нем тоже недоступны я вам говорила что у меня цвела вот это вот лилия оранжевая она уже отцвела я этот самый отрезала верхушку потом я показывала зацвела вот это длинная она не сломалась поэтому не надо переживать она просто наклонилась она очень вытянулась цвет у нее красивый не знаю будет ли видно на камере нету фонарика поэтому на один цветочек уже отвалился вот такая она светло-желтая очень вкусно пахнет и она единственная крупная вышла а вот это вот она розовенькая но вот против света не видно наверно темноте но чем она такого светло-розового цвета и тоже уже процессе отцветания вот и в общем то не отцветут я отрежу головки как и вот у этой и буду ждать пока они собственно отсохнут засохнут стволы вот эти пока не цветут но вот одна вытянулась практически до потолка я ее там подвязала чтобы она не упала вот остальные пока наклевываются бутоны не знаю будут цвести или нет потому что одна у нас вот я показывала у нее она самая первая была с бутонами но вы видите я головку уже отрезала головка засохла а сбоку из вот этих вот бульбочек что ли то есть ее естественные листья они засохли вот они они засохли и отваливаются между листьями образовались какие-то бульбочки из них пошла вот это вот зелень что дальше будет не знаю будем смотреть алиса пришла тоже посмотреть какого чего тут происходит вот тебе туда нельзя цветы мне погрызешь все лошадь вот в общем такой небольшой влог я вернулась и скоро появлюсь в кадре думаю что надо просто как бы вспомнить вообще как это все происходит то что я очень долго не снимала влоги долго не разговаривала с вами на камеру поэтому надо будет все это возобновлять вот и увидимся уже скоро скоро подписывайтесь ставьте пальчик вверх делитесь моими видео в своих соц сетях рассказывайте друзьям и увидимся в следующих видео не пропускайте мои мастер-классы диайвай увидимся в общем пока пока